Логарифмы, интегралы, функции. То, что для многих китайская грамота, для этих ребят простая разминка для ума. Правда, не самая легкая, поскольку каждая из восьми задач выше обычного школьного уровня. Как вот эта задача про треугольник. Надо показать, что уголочки равны. Однако... Однако это все, что я знаю про нее. И в этом весь интерес. Ты читаешь задачу, ты не понимаешь, что делать, а потом тебе приходит озарение, и ты ее решаешь. Или не решаешь. Эту решишь? Должен. Обязан. Суть соревнований такова. Несколько команд одновременно решают несколько задач. Затем жюри оценивает правильность, а также умение капитана команды защитить свою работу. Математические бои – долгожитель интеллектуальных состязаний. Первые прошли еще 40 лет назад в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. И с тех пор проходят в десятках российских городов. 20 лет назад их начали проводить и в Барнауле. И сегодня в краевую столицу приезжают юные математики со всей Сибири. Это команда из Красноярска. Просто скататься. И вообще мат-бои у нас в городе очень редко проводятся. Ну и как бы поучаствовать, почему бы и нет. К тому же признались участники в Барнауле, в отличие от многих других городов, за участие не берут оргвзнос, оплачиваешь только проезд и проживание. Правда, особых наград, кроме диплома, здесь тоже не получишь. Ни денежных призов, ни дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. Стимул, уверены организаторы в другом. Возможность впоследствии сделать хорошую карьеру. Ниша, связанная с информатизацией, связанная с IT-технологиями. Конечно, очень многие идут работать в эту область. Это люди-постановщики задач вырастают. А все потому, что решают по старинке, в уме. Таково непременное условие боев. По итогам в каждой из групп, младший, средний и старший, определят команды победителя. Итоги математических сражений подведут завтра. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.